Как пользоваться встроенным редактором текстов в нашем обучающем центре? Текстовый редактор откроется, как только вы перейдете к выполнению домашнего задания. Выглядит он вот таким вот образом. Если вы имеете опыт работы с программой Microsoft Word, которая панель инструментов значительно больше, чем у встроенного простейшего текстового редактора, даже если вы имеете опыт работы со стандартным редактором Windows, который входит в комплект операционной системы WordPad, даже его инструментальная панель по количеству инструментов значительно превосходит этот простейший текстовый редактор в нашем тренинг-центре. Разобраться можно с ним и самостоятельно, но для полноты картины я запишу небольшой видеоурок, потому что в этом текстовом редакторе собраны все кнопочки, которые вам потребуются для удобной, нормальной работы с текстом. С чего начнем? С кнопки «Полноэкранный режим». То есть, если вам неудобно в таком вот маленьком окошечке печатать свое домашнее задание, однократный щелчок на кнопочку с названием «Полноэкранный режим» разворачивает наш редактор в полное окно. Повторное нажатие на эту кнопку приводит к стандартному виду. Для того, чтобы начать работать с текстом, необходимо кликнуть мышкой в поле текста, появился текстовый маркер и начать набирать какой-то текст. Первая кнопка, которая есть в инструментарии редактора, это кнопка «Формат». Если мы эту кнопочку откроем, редактор покажет, каким форматом у вас сейчас набран ваш текст и позволит выбрать какой-то другой уже готовый стиль оформления текста. Готовые форматы используются для того, чтобы все ваши документы, например, в рамках тренинг-центра, оформлять одинаково, чтобы все заголовки были одного размера, подзаголовки другого и так далее. Стиль оформления применяется к абзацу. То есть, если я сейчас нажму клавишу «Интер» и захочу, например, вот с этой второй строки печатать другим форматом, я открою раскрывающийся список, то есть нажму на вот такой треугольничек и выберу, например, формат «Заголовок 2». И у меня текст уже пойдет другого вида. Нажму клавишу «Интер», выберу «Заголовок 3» и уже следующая строка у меня пойдет другим шрифтом, размером. Вот эти действия позволяют, как я уже сказал, быстро производить форматирование текста и делать текст одинаково оформленным. Следующий раскрывающийся списочек – это цвет шрифта. Хочу что-то выделить, например, красным, выбираю красный цвет и с позиции, где у меня сейчас стоит курсор, я начинаю печатать красным. Открываю, опять же, списочек, выбираю синий и дальше я уже печатаю синим. Хочу вернуться к черному, выбираю черный и продолжаю печатать. Изменение цвета фона – это как бы выделение маркером, то есть я хочу, например, какой-то текст выделить красным маркером. Выбираю красным, текст у меня черный, но он вот так вот подчеркивается маркером. Хочу другое подчеркивание, выбираю, например, синий и дальше уже печатаю синим. Хочу отказаться от выделения маркером, выбираю белый фон и дальше уже печатаю в привычном вам формате. У текста есть несколько атрибутов – это жирный, курсив и подчеркивание. Опять же, нажимая на соответствующую кнопочку, вы меняете стиль текста. Сделали его жирным, курсивом и еще подчеркивание. Для текста можно включать сразу все атрибуты, повторное нажатие на кнопочку отключает атрибут с того места, где у вас находится маркер и далее по тексту. Вот я сейчас отключил все атрибуты и уже печатаю. Есть еще интересный такой атрибут – зачеркнутый текст, тоже можете его использовать. Все показанные элементы форматирования вы можете применить к уже набранному тексту, но для этого необходимо нужный вам фрагмент выделить. То есть, например, хочу вот в этом вот фрагменте убрать выделение маркером. Не нравится мне это. Я прижимаю левую клавишу мышки, выделяю нужный мне фрагмент, открываю список работы с маркером и говорю белый цвет. Все. Снимаю выделение, щелкаю мышкой вне выделенного фрагмента и текст уже у меня другой. Хочу вот в этом месте поменять цвет черного на красный, открываю списочек, выбираю красный. Хочу изменить стиль форматирования сразу, быстро, целиком, везде. Выделяю фрагмент и говорю фрагмент заголовок 3. У меня меняется автоматически текст в выделенном фрагменте. Есть еще 4 кнопочки, позволяющие текст ориентировать или располагать по странице. По умолчанию у нас выбрано форматирование, то есть выравнивание по левому краю. Левая граница у меня ровненькая, правая вот такая оборванная. Но можно выбирать выравнивание по центру. Опять же, все эти операции можно выполнять перед набором текста. То есть, например, хочу напечатать заголовок по центру. Нажимаю по центру и начинаю набирать текст. И также можно изменить выравнивание для уже набранного текста. Здесь выделять уже даже ничего не надо. Просто поставьте маркер текста в нужную вам строчку и нажмите на нужный вам элемент выравнивания текста. Редактор поддерживает работу со списками. То есть, если вы в своем тексте хотите сделать какое-то перечисление, то лучше всего это сделать с помощью списка. Списки бывают нумерованные и маркированные. Нумерованные это циферки будут использоваться. Для нумерации строк маркер можно использовать какие-то интересные значки. Я нажал на маркированный список и начинаю набирать текст. Нажимаю клавишу Enter. Список у меня продолжается. Enter. Продолжается. Хочу закончить свой список. Повторно нажимаю на кнопочку список. И уже работаю с обычным текстом. Вот благодаря вот этим несложным инструментам вы можете красиво оформлять свои тексты. Ну, в домашних заданиях. Либо если вы будете сами создавать какие-то уроки. Вот эти несложные инструменты позволят красиво оформить домашнее задание, тексты уроков и так далее. Есть еще один очень интересный элемент, часто встречающий. Это отмена действия. То есть нажимая вот на эту кнопочку вернуть, вы отказываетесь от последнего выполненного действия. Редактор, как и Word, поддерживает, запоминает достаточно много выполненных вами действий. И вы можете по ним откатываться. Либо даже если случайно отменили нужное вам действие, возвращать его назад. То есть нажимая кнопочку в другую сторону. Вот это основные элементы работы с текстом. Вам еще потребуется два инструмента. Я о них расскажу. Это инструмент вставки чего-то в текст. Например, довольно часто вставляются ссылки. Например, вы хотите вставить ссылку на сайт. Я перехожу на наш сайт. Щелкаю в адресную строчку. Вот адрес этого сайта. Правой кнопкой щелкаю. Выбираю копировать. И скопировал адрес нашего сайта. Возвращаюсь в текстовый документ. Пишу сайт. Щелкаю правой кнопкой. Либо нажимаю комбинацию Ctrl V. Кому как удобнее. И выбираю действие вставить. Вот появляется ссылочка на наш сайт. Если я нажму клавишу Enter, ссылка станет кликабельной. Кликабельный это когда я навожу на какой-то текст. Он вот таким вот образом мигает. То есть можно щелкнуть на эту ссылку в уже готовом варианте. И автоматически перейдете на сайт, адрес которого указан. Но довольно часто вот эти ссылки, они не украшают текст, пугают людей и так далее. Поэтому можно эту ссылку сделать по-другому. То есть можно написать, как я пишу в наших уроках, наш официальный сайт. Написать обычный текст. Затем выделить весь или часть этого текста. То есть хотите сделать его кликабельным. И нажать вот на такой инструмент ссылка. Появится окошечко, в котором необходимо указать адрес, на который вы хотите перейти. В моем случае адрес нашего сайта. Можете выбрать действие, открывать в новом окне. И нажать кнопочку ОК. Посмотрите, что произошло. То есть вы как бы спрятали вот эту ссылку за вот такой текст, понятный. И люди прочитали название. Может быть здесь даже будет призыв. Кликайте тут или переходите. Нажимают на этот как бы текст. И за этим текстом стоит ссылка. Переходим на наш официальный сайт. Очень полезное действие, позволяющее красиво замаскировать довольно страшные и пугающие ссылки. Особенно реферальные. Но об этом мы поговорим в отдельном уроке о реферальных ссылках. Следующий элемент позволяет вставлять в ваш документ видео. Нажимая на кнопочку Вставить видео, появляется опять же вот такое окно. Я покажу простой вариант. То есть вставка по ссылке. Точно так же, как я вставлял сейчас ссылку на сайт. Перехожу на наш YouTube канал. Вот так выглядит наш канал на момент записи. Выбираю видео, ссылку на которое я хочу вставить. Кликаю также в адресную строку. Копирую адрес этого видео. Вставляем скопированную ссылку в поле источник и нажимаем ОК. В вашем документе появляется видео. Видео также можно форматировать по месту расположения. То есть я выбрал свое видео и нажал на кнопочку по центру. Все. Видео стало в центр документа. То есть вот так это сейчас выглядит. Кроме видео в документ можно вставлять картинку. Вот кнопочка для вставки картинку. Появляется диалоговое окно. Нажимаем на вот такую пиктограммку загрузки. И выбираем картинку, которая например хранится на вашем компьютере. Вот например картинку, которую я использовал для первой нашей встречи. Картинка загружается и появляется в вашем документе. Опять же картинку можно также выравнивать по центру, по левому краю, по правому. Чаще всего по центру. Вот это основные действия, которые вы можете выполнять в текстовом редакторе. Если вы освоите этот инструментарий, любой текст вы можете сделать красивым, читабельным, зрелищным. Большое всем спасибо. Всех благодарю. Если есть какие-то вопросы, пишите пожалуйста их в домашке.